здравствуйте мои дорогие друзья и гости моего канала сегодня у нас уже 24 июля вот я давно не снимала ролик давно не снимала ролик потому что мой близкий человек моя бабушка попала в больницу очень тяжелом состоянии сейчас находится в коме поэтому как-то руки вообще не лежали сегодня я решила вам снять ролик потому что что-то уже зацвело что-то вам показать потому что потом отсветет и уже возможно вы этого и не увидите вот поэтому стараюсь как-то отвлечь себя хочу сказать что выходя в сад я маленько начинаю но в плане того что чуть-чуть забываться в плане того что сад мне конечно в этом помогает это честно это честно сад это наверное моя душа то есть я этим живу хочу сказать что и поэтому как-то он мне в этом помогает выручает то есть и поэтому несмотря ни на что как я ходила в храм и мне вчера сказали лена на все божье на все божья воля как богу как богу надо то есть так он и сделает друзья поэтому я не сказали лен постарайся отвлечься то есть как-то чем-то заняться чтобы не нагнетать эту всю обстановку друзья поэтому я так и сделала выйдя в сад я начала что-то наводить какой-то порядок потому что за эту неделю просто сад зарос у меня там и приходилось и сегодня и какие-то кустарники я обрезала ну в общем целый день занималась и вот делами что-то формировала что-то пересаживала друзья поэтому как-то так и вот хотела вам вечерний обзор такой сделать потому что мне вечером очень нравится выходишь жары такой нет краски насыщенные яркие нежели когда днем снимаешь вот поэтому распускаются у нас распустились уже лилии какие-то еще не распустились и вот в этом году хочу сказать что лилии почему-то ниже не знаю почему может быть вот это все-таки погода повлияла на них какие-то лилии вообще хочу сказать что пропали вот прям несколько сортов у меня просто просто пропали вот смотрите как распустилась и налилася пинка на бель друзья гортензия вот если в кому-то надо у меня еще немножко есть друзья вот такая вот лапузечка я ее очень люблю тыга моей гортензии уже наверное лет пять друзья вот скоро распустятся анимоны японские посмотрите тоже уже набрали бутончики мне они тоже нравится у меня два вида белая и розовая белая и розовая такую вот красотку не могу вам не показать гортензия полистар посмотрите какая красотка высота этой гортензии 50-60 сантиметров вот с такими стерильными и фертильными цветочками друзья ну посмотрите какая красотка начинает наливаться перламутровый цвет но это просто красотка друзья вот тоже есть у меня если в кому-то надо можете заказывать немножко но есть уже потому что в прошлом ролике я показывала ее у меня подразобрали то есть и вот буквально немного еще остались и вот у нас льют дожди очень сильные дожди то есть и потом стоит жара и хочу сказать что очень много растений просто такие как петуни вербины то есть очень сильно заливают и просто напросто пропадают вот начинает разрастаться колеус и колеусов у меня достаточно много везде они у меня по бордюру везде везде обрезала сегодня здесь девичий виноград потому что окно вообще не видно было поэтому наводила порядок друзья вот какие-то гортензии видите еще даже не распустились а хотя в это время друзья вовсю цвели в прошлом году гортензии во всю друзья а в этом году видите как все запоздало буквально на месяц буквально на месяц это пинг даймонд гортензии то есть одна из первых моих гортензии которую я приобрела в свой сад я очень ее люблю так распустились флоксы аромат стоит обалденный просто обалденный цветут хвост и хвост у меня тоже достаточно много есть крупные хвост и есть поменьше хвост и есть карлики хвост и то есть вот можете обращаться видите как вечером все смотрится намного намного красивее насыщенней вот стронка набель в этом году не очень себя проявил и вот видимо из-за погоды все-таки из-за таких условий очень мало набила соцветий вот дальняя маленько побольше набила соцветий но вот это вот конечно очень-очень мало по сравнению с прошлым годом хочу сказать что земля и небо так прудик надо почистить помыть времени нет у меня друзья совершенно карликовый барбарис сидит у меня здесь уже два года такая малышка обрезала я свой жасмин сегодня обрезала потому что очень сильно он подмерз хоть он и цвел но ветки уже начали засыхать уже с цветками поэтому обрезала его обрезала оставила молодые побеги и молодые побеги я обрезала тоже где-то на половину потому что места у меня нет нет здесь особо поэтому я его держу более компактным кустиком также я обрезала жимолость свою то есть кто знает да что я вот уже давно формирую вот так вот в виде бонсая у меня вот эта жимолость стоит поэтому ну и внизу соответственно сидят цветочки друзья так так же я уже два раза сформировала обрезку делала два раза сегодня второй раз я сделала это спире с и серая то есть вот таким шариком я ее формирую друзья но мне очень понравилось очень оригинально красиво смотрится вот таким образом я сделала спиреечку так но петуния говорила до дождями все заливает петуния конечно портится мало того что портится еще и где-то приболели какие-то кусты мычнистые рассует потому что петуния тоже очень сильно влагу не любит когда ее заливает а у нас просто натуральным образом проливные дожди проливные дожди завтра вот опять обещаю дождь как-то так вот стронка на бель у меня на заднем плане видите какая красоточка но в прошлом году все это нам было намного намного красивее это гортензия у меня безымяшка не знаю распустится потом я вам покажу не знаю ее то есть она у меня достаточно давно ей уже наверное лет шесть тоже примерно так то есть какое название этой гортензии я не знаю честно сейчас стараюсь и если я покупаю гортензии естественно все помечать все помечать вот начал обрастать кизильник но очень скудно я хочу сказать что потому что весь пришлось и вырезать в этом году абсолютно весь и вот то что отрастает видите да то есть когда это все обрастет у меня вот здесь вот просто вот такой вот куртины стоял кизильник очень красивый друзья цвел беленькими цветочками потом завязывались красненькие ягодки хочу сказать смотрите вейгела посмотрите девочка до сих пор цветет уже столько времени прошло а вейгела до сих пор цветет кстати тоже если в кому-то надо у меня есть кустики вейгела хорошие саженцы друзья вот если кому-то надо это карликовая вейгела вот такая вот и есть у меня вейгела с варигатным листом которая цветет нежными розовыми цветками друзья вот такая вот красотка уже столько времени она все цветет георгины еще только-только где-то набрали бутоны вот говорю все в этом году намного позже высаживали мы очень поздно вот потому что георгины вообще не любят заморозки поэтому сидели до последнего вот и целый мая у нас считайте весь май был холодный так что в конце мая где-то я их высадила георгины и вот они вот такие не знаю успеют не успеют но я думаю может быть успеют конечно зацвести но недолго они будут свести как у нас снова наступят заморозки так немножко подрезала я свой лимонник китайский то есть начало в разные стороны вот а я люблю порядок люблю порядок саду но вы уже знаете да друзья вот сегодня косила траву скашивала сломался триммер у меня друзья я поехала покупать новую ездила в леруа купила себе новый триммер чтобы скосить дорожки вот эту вот небольшую полянку лужайку вот как-то так ромашки вот это мне тоже очень нравится ромашка она такая кругленькая вот лепесточки все один к одному лапочка просто я говорила да что я очень люблю ромашки поэтому в моем саду их достаточно много всяких разных вот лейку не убрала попала в обзор ну ладно вот тоже посмотрите ромашечки какие но здесь лепесточки более вытянутые в этом году даже ромашки очень очень плохо в этом году тоже проявляют себя цветут конечно но не так как сравнить с прошлым годом так дентель де горон гортензия тоже я ее очень люблю посмотрите какая она красотка просто красотка это фаворитка гортензия моего сада то есть всегда получается на переднем плане то есть я ее очень люблю она такая нежная но такая она красивая воздушная это просто не передать не знаю как в этом году она будет но вот те года конечно она всегда на первом месте всегда никогда не подводит никогда вот такие вот петуняхи как говорится вшивенькие розы тоже не успеют распуститься как сильный дождь все бьет все бьет буквально и осыпается не успевает даже порадовать нас так красоточка такая посмотрите петуняшка петхуа очень люблю желтый цвет друзья очень люблю вот особенно петуния желтого цвета меня она просто вдохновляет это петхуа стараюсь и медленно водить потому что очень много мне делают замечания что я очень быстро вожу камерой вот в этом году очень плохо себя проявил княжек сибирский то есть не захотел в этом году он свести вот толком цвел конечно но очень скудно очень скудно посмотрите ромашка гигант какая лапочка просто лапочка вероника во всей своей красе посмотрите друзья гортензия гортензия геркулес не знаю успеет но вот соцветия набрала все намного позже друзья здесь ромашка у меня средненькая не спрашивайте их название ромашки вот эти у меня очень давно очень давно поэтому название этих ромашек я не знаю говорю сразу вот такая вероника посмотрите красоточка цветет эустома нежнятинка посмотрите какая а здесь вот зацветает фиолетовая эустомочка видите дождем конечно все бьет white lady гортензия наверное завтра буду обрезать вот этот клематис манжурский то есть я говорила что я где-то обрезая его оставляя сантиметров 40 и вот это вот все обрезая и вызывая второе цветение вторую волну еще его называют ломонос гортензия lime light это красотка из красоток это тоже гортензия друзья никогда вас не подведет всегда будет свистеть всегда радовать очень набитая хорошее наполнение у этой гортензии очень хорошие шикарные шапки просто обалденные я просто вам рекомендую никогда гортензия вас это не подведет друзья хайер старберст друзья кто знает я говорила в этом году что в этом году у меня замерз куст хайер старберст древовидной гортензии махровой и то что у меня оставалось в контейнерах посадочный материал но то что я продала и оставила себе два кустика это махровая гортензия древовидная хайер старберст в этом году не перенесла вот такую зиму осень и весну скорее всего мне кажется она просто вымерзла не вымерзла а выприла друзья потому что стояла вода у нас в огороде вода не уходила очень долго и поэтому так ванилла фрайс гортензия тоже набила видите будем ждать соцветий гортензия фрейс мельба все эти саженцы у меня есть друзья так гортензия литл блоссом тоже такая нежнятина и хочу сказать вы посмотрите сколько на ней соцветит она не очень высокая то есть средний рост у нее где-то ну метр-метр может быть 20 ну вот так вот она достигает но она такая красивая но она такая воздушная обалденно просто обалденная гортензия я тоже хочу сказать что вас никогда не подведет цветет и цветет и цветет друзья вот есть гортензии которые в этом году очень часто я слышу в комментариях что это гортензия там не завязала что-то там это не но них не не захотела цвести это гортензии то вот эти гортензии я хочу сказать что они цветут и никогда не подводят эти гортензии еще и старых сортов то есть и они на самом деле очень устойчивые и обалденно цветут и вас просто напросто не подведут литл блоссом остильбочки вот такие лилии веселенькие ну правда веселенькие честно и вот все от дождей конечно вон посмотрите все позавалилось вот такая вот красота в этом году очень плохо проявили проявляют да гипсофилы очень плохо наросли в этом году очень мало вышло побегов видимо все таки подмерзли они подмерзли но слава богу хоть что-то сохранилось и да здесь у меня белый шар то есть вот он начинает только распускаться вот эта мелкоцветковая гипсофила она уже вовсю цветет эти еще только начинают махровая и розовая фламинго только начинают зацветать но очень очень скудненько в этом году спряталась и красоточка посмотрите какая прелесть лилии вот такая вот красота граммофончики вот такие вот этой лилии уже у меня наверное года три или четыре вот такие вот красивые граммофончики вот эта темная лилия в прошлом позапрошлом всегда была высокая в этом году все низкое просто все низкое обалдеть розочка дарси это дэвида остина посмотрите какая красота нисколько не пожалела что я ее приобрела вот эту розочку наполнение очень шикарное очень плотное посмотрите но красотка просто красотка очень долго держит цветок друзья очень долго называется дарси вот видите гвоздика ампельная это я говорила что она многолетняя это из вегетативных цветов вот она уже получается две зимы перезимовала у меня вот такая вот красотка сидит у меня здесь в грунте в открытом грунте зацвел василисник белый в этом году тоже очень плохо очень плохо в прошлом году он был выше и намного пышнее в этом году тоже все вот так вот плохо но слава богу что вышел веселушки такие видите махровые василисники еще даже даже вот ну скоро их не время придет распуститься все в этом году я говорю намного позже клематис нелли мозер посмотрите какая лапочка посмотрите сейчас вот так вот обалденно смотрится очень крупные цветы красивые вот так как-то ромашки это из новинок я уже говорила вам друзья в прошлом году посадила вот такую махрушечку в этом году она меня радует так так здесь василисники колокольчики но еще тоже не распустились скоро покажут себе покажут но сути по веточкам я думаю что тоже будут не очень как в прошлом году конечно не сравнить красота гортензия вимс ред друзья тоже есть у меня немножко осталось в наличии посмотрите какие крупные цветы обалденные просто это вот не передать это вот как невеста стоит вот только посмотрите в прошлом году я говорила выпустила всего две метелки было две метелки и они такие были невзрачные ну вы посмотрите как в этом году смотрится вимс ред это просто ну шикарная гортензия друзья ну просто шикарная согласитесь приближаю вам камеру посмотрите какая прелесть и вот у нас такие ливни идут да цветочки посмотрите они стоят вот как будто только-только распустились плюшевые мишка отошла клематис эрнест мартхем вот такой в этом году высокий но в прошлом году я хочу сказать что цветки у этого клематиса были намного больше намного крупнее в этом году он прям цветет обильно конечно но не такой крупный все не так в этом году гортензия супер лолы тоже вот набирает соцветия видите посмотрим как будет цвести в прошлом году она выдала одну метелочку снизу где-то знаете не не взрачную вот вот я смотрю что везде завязали соцветия но главное чтобы они успели распуститься гортензия на самом деле очень красивая называется супер лолы вот посмотрим я вам обязательно покажу как она цветет обязательно так самарская лидия посмотрите кстати немножко у меня осталось самарской лидии саженцы вот вот такая вот красотка нежно-лимонного цвета при распуске то есть когда распускается нежно-нежно-нежно желтенькая видите красотка тоже нисколько не пожалела что я взяла эту ромашку приобрела стар роуз гортензия цвести в этом году не будет почему по одной только причине потому что я ее начеренковала это из новинок стар роуз очень красивая гортензия вот из новинок в моем саду в этом году покажет себя гортензия фестиваль в прошлом году она у меня не цвела кустик был маленький в этом году решил себя показать полярный медведь будет во всей своей красе очень красивая гортензия друзья просто шикарная настолько плотные соцветия настолько они крупные очень красивые очень я вот прямо стараюсь что лайм лайм что вот геркулес что как полярный медведь то есть я очень люблю эти гортензии они никогда не подводят вот пускай до сорт старый но как старый то есть не совсем у нашей старой то есть но уже давно этот сорт у меня поэтому это гортензия никогда вас не подведет вот гортензия шугар аж цветет зацветает видите тоже красоточка такая вот в прошлом году она у меня по моему две метелочки выдала в этом году побольше друзья все метелочки будут свести даже вот эти вот видите так гортензия киуша вот конусные соцветия у нее тоже с разряженными цветочками но очень очень красивая очень нежная друзья вот тоже вам рекомендую очень хорошая гортензия устойчивая мне она очень очень нравится так гортензия гортензия magical star light то что я вам называю друзья это все есть у меня наличие друзья если что кому надо заказывайте вот тоже проявит себя очень красивая гортензия все побеги все на цветах друзья все все будут красиво цвести гортензия гортензия white lady вот в прошлом году цвела она конечно но соцветия было не очень много в этом году в этом году она покажет себя просто покажет друзья очень красивые очень красивые очень красивые я говорю что я вот прям очень полюбила гортензии вот которые со стерильными фертильными цветочками но очень красиво на самом деле смотрится так так touch of pink гортензия это низкорослая сидит она у меня здесь горшок по моему литров на 15 или на или на 20 ну большой горшок вот начинает набирать соцветия посмотрим как она будет цвести touch of pink так что у меня здесь гортензия бобош бобо вот вот такая вот малышка тоже есть у меня друзья кому надо заказывайте миниатюрная тоже гортензия карликовая очень хорошо содержать и как в горшке и как в открытом грунте так little spoky гортензия не знаю будет свести не будет но пока соцветит наверное на будущий год little spoky гортензия не могу пройти мимо постоянно вам постараюсь показать вот этот шарик вот эту ромашку миниатюрную друзья просто красотка тоже есть у меня в наличии гортензия invisible spirit лапочка она немножко идет побледнее это сестра пинка нобель то есть при распуске она поярче когда распускается она такая вот видите розовенькая нежно розовенькая ну красотка тоже аппетит черри в этом году наверное цвести не будет это из новинок брала на черенок друзья тоже низкорослая гортензия 50 сантиметров высота так это у меня гортензия так это гортензия грандифлора вот в прошлом году я ее посадила совсем малышку буквально там палочка была одна вот ну вот так она уже наросла естественно потом я ее высажу в грунт ну пока она у меня сидит в 10 литровом горшке вот скоро распустится василисник гехеры гехерелы вот вот эту розочку в прошлом году я показывала такая красотка вы знаете она такая бархатная прямо почти черная покупала ее сейчас скажу в светофоре хочу сказать что два две зимы она у меня перезимовали были шикарны был шикарный куст в этом году вот подмерз я думала уже буду выкорчевывать но я смотрю дал побег и выдал вот такой вот сейчас вот бутончик набрал вот не стала выкорчевывать ну и вот я думаю что что то нарастет вот с этой розочки гортензия фаер огонь малышка тоже очень люблю эту гортензию очень люблю это просто красотка этой гортензии уже у меня получается четвертый год нет третий третий год вот такая вот красотка тоже с разряженными цветочками стерильными фертильными так я могу показать распустился василисник видите темно уже конечно очень красиво очень красиво просто вот ну нежнятина просто нежненькие такие цветочки обалденно смотрится клематис джекман гибридный цветет от самого низа до самого верха вот такой вот четырехлепестковый клематис очень красивый очень оригинально смотрится и неприхотливый друзья третья группа обрезки так небольшой вам такой ролик вот вот распускаются эхиноцеи это здесь белая эхиноцейка кстати у меня тоже есть она немножко в наличии очень красивый очень долго цветет она мне очень нравится вот это эхиноцея гортензия камер сноу тоже полюбила эту гортензию очень шикарная гортензия нисколько не пожалела что ее приобрела называется камер сноу так это у нас гортензия сандейм фрейс сандейм фрейс сандейм фрейс не знаю будет в этом году цвести или нет но гортензия тоже очень красивая на самом деле сандейм фрейс называется сандейм фрейс сандейм фрейс такой вам вечерний ролик хотела вам еще лилию показать распустилась красоточка рядом стояла и не могла вам ее показать посмотрите какая красота просто красота шикарная лилия в прошлом году посадила думала замерзнет нет нормально все сохранилось выжила дербеник до сих пор цветет я говорила да что выкопала его в поле не знала как название то есть и вот все таки очень много комментариев и все таки это дербеник узколистный ну и вот буду заканчивать свой видеоролик друзья кому понравился мой ролик ставьте лайки нажимайте на колокольчик всем вам хорошего настроения тепла вам добра и хочу пожелать здоровья вам и здоровья вашим растениям вашем саду берегите себя и до новых встреч пока пока